Привет! С вами Торо, вы на канале Анисанрайз и сегодня у нас последний стрим по последнему эпизоду Ангела Кровопролития. Ирин, почему стримы постоянно под вечер? Ну, наверное, потому что я работаю и приходя с работы мне хочется хотя бы пару часиков отдохнуть, а только потом начинать что-то стримить. Вчерашний третий эпизод у нас закончился просто на самом-самом-самом интересном месте. Мы походу добрались до дома Рэйчел и там будет скрыта ее тайна. Что-то мне не хочется прям долго затягивать, давайте сразу начинать. И после-после-после этого стрима я как бы могу внезапно пропасть. Хикару, привет! Так, наверное, завтра записи будут, потому что... потому что... потому что... я стараюсь... Теперь уже я максимально стараюсь делать так, чтобы записи выходили через день максимум, через два. Да, я могу пропасть, потому что у меня опять поднялась температура, я попал два раза под дождь и у меня садится голос. Я чувствую, короче, что я опять заболел, это немного плохо. Ну вот по голосу, по-своему, я это прекрасно слышу. И последний, четвертый эпизод. Постой, Зак! Не ходи туда! Рэйчел уже понимает, что... блин, ну да, ей же говорили. Ей пастырь говорил еще, ну пастырь священник, говорил о том, что... Ее бог, то и Зак... Он просто... кекс, привет! О том, что он просто ненавидит лугуновые. И вот да, Рэйчел, похоже, врет. Что же делать, что же делать? Дарл, привет! Скорее думай! Рэй, чего ты там копаешься? Иду. Рори, привет! Ой, по-моему, начнется у нас веселье в этом эпизоде. Никакого позитива или положительных эмоций от концовки. Я как бы точно не жду. Да это и впрям чей-то дом. Да это еще что? Интересно, когда Зак поймет, что... блин... Ах... Это дом, Рэйчел. Телевизор выключен? Хм, ничего интересного. Так, а что же ты там увидел, когда сказал это еще что? Ты явно же нашел что-то интересное. Цветы. Ага, любопытно. А вот, блин, ну вот, вот эта отсылка. Вот поэтому уже можно понять, что это дом Рэйчел. Все флешбеки Рэй начинались именно с вот этого вида луны. И именно из вот этого окна. Луна. Это же не нижний этаж? Всего лишь сияющая подделка. Опа. Трупики. Вдоль и поперек покрыты швами. Постой-ка, его рука игрушечная. Их рты и тела сшиты. Но... Это куклы или... А, теперь понятно, почему у Рэй с собой были швейные принадлежности. Зак? О-о-о, судя по выражению лица Рэйчел, что-то так. Как-то, как-то. Не надо, Зак. Не стоит прикасаться к ним. Зак? Останови... Останови, Зак. Да что с тобой? Чего ты так испугалась? Какого черта? Здесь трупы? А когда Зак поймет, что Шилы их именно Рэйчел? Мерзость. Зак, послушай! Зак! Пожалуйста, прошу тебя. Умоляю, убей меня! Скорее! Кюраку привет! Чего вдруг такое рвение? А, видимо, пока, типа, Зак не узнал правду и не возненавидел ее, как-то так. Зак, прошу, убей меня прямо сейчас! Да что ты несешь? Допустим, убью я тебя, а дальше что? Ам, а дальше, я думаю, ты выберешься. Мы до сих пор не выбрались. Да и твое лицо не вызывает во мне желание убивать. Но... Это книга. Конечно, это Библия. Бог ненавидит лжецов. Бог презирает падших. Прошу, Зак! Убей меня, пока еще ни о чем не узнал. Пожалуйста. Убей меня. Сейчас. Умоляю. Ведь ты мой бог. Эй! Не шути так, держись! Начало хэппи-энда, да? Блин, зря, видимо, он эти трупики сбросил. Аааа... Чего это она вдруг? Сознание потеряла? Устала, небось, неудивительно. Но так внезапно падать в обморок, это ненормально. Она совсем пала духом, когда вошла сюда. Но это лицо. Но даже сейчас, смотря о смерти, она... Ее лицо совсем не цепляет. Я для нее бог? Странная она. Неправильно все это. А, у нее из сумочки что-то выпало? Ааа, блин, это что, что она забрала с этажа Эдди? Эдди же его звали, да? Да, этого мелкого. Это же ан... Это, блин, ну это же анкета. Блин, не... Азак читать не умеет. Да машу, вать! Блин, ни черта не понимаю. Здесь фотографии. Вот я. А это Рэй? Посмотрим, какие-то цифры. И здесь-то кислая мина. Что это за звук? Уж не чертов ли Дэнни выследил нас? Звук идет оттуда. Откуда мы пришли? А отчет я сомневаюсь, если честно. Ее лицо не то что бледное, оно аж посинело. Лучше тебе прилечь ненадолго. Ну да, я это понял. Вот по ходу прохождения было видно, что он читать не умеет, потому что он постоянно просил все прочесть Рэй. А в его комнате, на его этаже, там, да, там, он учился писать, видимо. Она обратила внимание на эту книжку. Ни слова не понимаю. Ам, боже, Зак, как все плохо. Здесь, значит. Ам, да ладно, всего лишь игрушка? Да, вот как раз таки с его детством, да, можно простить. Эта шутка, конечно, раздражала, но... Эта штука, конечно, раздражала, но что-то тут не так. Ловко, я тебя выпроводил. А в смысле дверь заперта и там... Он ведь для тебя не будет проблемой сломать эту дверь. Ясно, психотерапевты, вот за что их не люблю. Да не колоти ты ее так сильно, Зак. Разбудишь бедняжку Рэй. Да я не ублюдок. Жаль, но грубой силой ее не отпереть. Как видишь, двери на этом этаже очень надежные. Что ты задумал, Дэнни? Открывай! Конечно, Зак, я открою, но не сейчас. Рэйчел, такая сонная. Если ты хоть пальцем ее тронешь. Ну что ты, Зак, не говори так. Я не собираюсь убивать Рэйчел. Но сейчас все в моих руках. Теперь Рэйчел в полной безопасности, да и выход из здания под моим контролем. Чего? У тебя проблемы со слухом, Зак? Или с головой, которой ты совсем не пользуешься? Да ведь тебе не хватает мозгов даже для того, чтобы читать. Слышишь, полван? Я хочу тебе помочь. Ты беспечно шел рядом с ней, ни о чем не подозревая. Дошло до того, что она стала называть тебя богом. Неплохо, правда? Хватит нести чушь, ублюдок. Говори по делу. Узнай о ней все. Этот этаж и есть сама Рэйчел. А потом подумай, чего она действительно заслуживает. В зависимости от твоего решения, я позволю тебе уйти. Тебе одному, конечно. О чем ты? Твоя болтовня ни капли не разъясняет. Рэй, просыпайся! Она спит, скрывая сокровища. И так будет до тех пор, пока ты ни о чем не знаешь. Эй! Да ты издеваешься! Черт возьми! Незак, это не работает. Что такого важного? Она могла утаить. Эти разговоры о боге. Зачем ей все это? От пустых измышлений толку никакого. А вот если расколотить здесь все? Так или иначе, нужно осмотреть дом. Так, окей. Так, надеюсь, это не раннер, да? А? Ай! Так, хорошо, что у Зака хотя бы реакция нормальная. Что это было? Эти штуки проткнут меня, если не увернусь. Так. Твою мать! Все, теперь-то я понял, как это работает. Да, блин, я сам хочу посмотреть, как все это в аниме экранизирует. Кстати, да, оказывается, во втором трейлере показали все-таки Кэти. Да, она там была видна. Ну, блин, ее рисовка. Да и вообще, в целом, рисовка аниме, она просто шикарная. Так, ну, понятно, что нас проткнут, если... Ага, значит, будем просто быстро бегать. Какого черта? Этим меня не убить. Ну, черт возьми, как же я устал от всего этого дерьма. Так. Окей. А, что это? Белая табличка? Хм. Буквы какие-то. А это не табличка с именем? Не могу прочитать. Ладно, возьму ее. Получена белая табличка. А-а-а, блин, табличка, это ж... Табличка с двумя именами, да, как я и думал. А почему с двумя именами, когда на прошлых табличках у нас было по одному имени? Ладно. Оставим эту загадку на потом. Так, не, стоп, мы еще здесь не все посмотрели. Что-то пол поскрипывает. А, ясно, снова сейв. Да, ловушка больная, черт возьми. И на этом гейм овер. Короче, ладно, видимо туда идти. А хотя можно по... Блин, можно по краю попробовать пройти. Хотя ладно, давайте сначала здесь немного побродим. Что-то очень-очень мало объектов, с которыми можно взаимодействовать. Он не охлаждает. Внутри пусто. Вода не течет. Ничего. Я не буду просто так зажигать огонь. И здесь ничего нет. А, разбилось что-то? И снова. Короче, зад не трогай. Это, видимо, что-то такое хрупкое. И кто здесь пиццу оставил? Съесть, что ли? Ну, кстати... Да? Я заеду. Остро! Гейм овер? А, нет. Тьфу. Блин, он стол разнес. Просто я испугался, что он отравился. И кто только подумал, класть только перца. И кто только додумался, класть только перца. Это просто дьявольская ловушка? Это что? А, ясно. Потайно... Какой-то люк. Во, все-таки пиццу стоило съесть, чтобы Зак разозлился. Окей. Прочный. Не, у Зака телосложения, судя по аниме, как у меня. Поэтому попрыгать на люке не лучший вариант. Как бы я не давил, тянул или колотил. Ничего не помогает. Да он же на замке. Черт. Теперь еще и ключ искать. Надоело все это. О, Зак. Главоломки явно не наша тема. Особенно, когда Рэйчел нету рядом. О, ключ же. Че, в унитазе? О, там что-то есть. Ох ты ж. Зак, прости. Я честно не хотел, но, видимо, выбора у нас нету. Черт. Ба. Ну. О, получен ключ. Ба. Из унитаза. Норм. Зак. Сорри. Серьезно. Да быть не может. Кому в голову могло прийти и хранить ключ в таком месте? Фу. Руки помыть бы. Да, ну давай. Кран поворач... Поворачивается? Больше сказать нечего. А, воды что нету. Так, здесь тоже ничего. Стиральная машина. Как она открывается? Так, да. Но, блин, Рэйчел тоже неплоха. Она вообще во втором эпизоде, по-моему, там это... В могиле копалась рукой и ничего. Опять воды нет. О, вон, я вижу воду. Все, норм. Зак. Сейчас все будет. В зеркале. Кроме меня никого. Ну, слава богу. Так, так, ладно. Краны перекрыты. Но вода есть только здесь. Водичка мутная, но все же лучше унитазный. Ну да, как ни крути. Здесь я с тобой согласен. А. Ай. Что за хрень меня укусила? Кто посмел? Кто посмел? Уже пошел на разборки. Рыбы? Да не может быть. Такая мелкая рыбешка, а наглости, как у акулы. Зубы-то какие здоровые. Я не позволю сожрать себя какой-то рыбе. Хорошо, хоть кровь не идет. Пойдем уже, что ли? Нам, походу, кто-то в ванной держал пираний. Это вообще нормально? Так, все, ключик у нас есть. Можно. Ключ из унитаза может подойти. Да, давайте используем. У меня совершенно нет желания прикасаться к нему, но по-другому никак. Но знаешь, можно было его помыть. И главное, чтобы Зак не поступил с этим ключом, как с ключ-картой, которая была в газовой камере. Главное, чтобы он правильной стороной его вставил и не сломал. Просто Зак может. Открыто? Можно спуститься. Да, спускаемся. Почему нет? Выбора у нас тоже нет. Что-то тут не так. Странно, что в этом доме вообще есть подвал. Впрочем, здесь может быть что-то интересное. Здесь какие-то звери. За дверью следы пребывания зверей. А ясно. Открылась, да? Ух ты, какие огромные. Что вы здесь делаете? Жрать охота? Слюна аж брыжат. А может мне сейв? Приз. Эй. Станете кусаться, шеи посворачиваю. Ну как, нравится? Сейчас вот всех на тот свет отправлю. А, Зак. Может не стоит. Что? Босс файт? В смысле? А как это работает? Ах ты. А, все, я походу догнал, как это работает. А, вот так. Окей. Я понял. Типа. Вы стоите на моем пути. Не угомонились еще? Что ж. А по-моему, зверюшек Зак любит. А хотя, какой Зак любит зверюшек? Он же птичку-то того. Но сначала он пытался от собачка отбиться. Черт. Или это волки были? Эти псины заняли мое время. Да и укусы побаливают. Заня все-таки собаки. Какого черта они здесь делают? У хозяина этого этажа большие проблемы с головой. О да, Зак, с этим я не поспорю. Этот этаж и есть самарей? Хм. Да о чем это он? Здесь я должен понять, кто она? Так, а что нельзя? Блин, ну ладно. Что это там? Ты мне мешаешь! Все, он же на двери злится. Кукла с отрезанными частями тела. Груто покрытых швами игрушек. Ой, блин. На ком рей училась шить. Куча барахла. Сломанная кукла. Так, и там тоже. Кукла. Так, это тоже с отрезанными частями тела. И здесь заперто. Как же ее открыть? Хм. Не, Зак, мы уже поняли, что это не работает. Грубая сила здесь не катит. Ах, не понимаю. Я пытаюсь узнать рей получше, но... Моих мозгов для этого точно недостаточно. Я не в состоянии даже... Даже открыть чертову коробку. И вообще, что не так с этой комнатой? Бардак похлеще, чем у меня. Хотя бы прибралась бы здесь. Придется осмотреться. Я должен надрать задницу этому глазастому ублюдку, пока Рэй не проснулась. Ну да, согласен. Из игрушки почему-то сочится красная жидкость. Действительно, почему же? Так, тоже швы с игрушками. Тоже. Так, так, так. Итого. А отсюда у нас выход есть только никуда. Что это? Очередной переключатель? Блин, Зак, по-моему, я бы убежал. Ага. Что за проклятый дом? Его владельцы чокнутые? Дело плохо. Доски треснут, если я буду дергаться. Если сейчас сорвусь, не поздоровится мне. Проклятие. Тебе не помешала бы доля осмотрительности, Зак? О-о-о-о. Я так и знала, что ты попадешь в неприятности. Молчи, какого черта ты здесь делаешь? Почему? Подобная концовка была бы несколько скучной. Что же девушка, направившая на меня нож? А что же девушка, направившая на меня нож? Не приняв во внимание мои предостережения? Сейчас Рэйчел Гарднер, вероятно, оказалась в руках Дэнни. И теперь ты намерен вернуть ее? Я прав. Тебе-то какое дело? Хм, эмоции обладевают тобой. Не надо меня успокаивать. И хватит подшучивать надо мной. Ну что-то, у меня и в мыслях не было. Тогда в чем дело? Я лишь хочу понять, как ты стал таким, только и всего. Чего? Каким это таким? Черт возьми, меня тошнит от людей в этом месте. И среди этих неприятных типов ты самый мутный. Объяснись. Хм, что ж, Зак. Странно, что моя личность вводит тебя в смятение. Думаю, я должен кое-что тебе рассказать. С младенчества я созерцал людей, верующих в Бога. Это было прекрасное зрелище, но слепота не позволяла мне всецело проникнуться им. Временами люди выдают Бога за того, кто порицает тех, кто не желает признавать его. И используют имя Божье для собственной выгоды. Я извечно задавался вопросом. О чем же думает сам Бог, взирая на таких людей? Чего? Так, не грузи Зака, ему и так вроде бы как плохо сейчас. Не мог бы ты выслушать меня без пререканий? Я ценю твое... Я ценю твое прямодушие, но... Тебе не хватает благоразумия? Отвали! Ты сказал, что хочешь мне все объяснить, но пока несешь какую-то совершенно непонятную чушь. Конечно, извини, я продолжу. Итак... Я стал тем, кто остановил... Отважился смотреть с точки зрения Бога. Это здание стало садом, в котором я мог узнать ответ на свой вопрос. Помещения на седьмом этаже... А помещенные на седьм... На седьмой этаж люди не более чем объекты для наблюдения. Я нуждался и в ангелах, призванных испытывать людей. И осуществлять над ними правосудие. Ими стали люди, способные убивать беспрекословно. Дэнни, Эдди, Кэти и ты, Зак. Однако, я предполагал, что ты не похож на них. Простодушие погрузило тебя в неведение. Ты знал лишь то, что убиваешь людей. Твоя чистая душа лишена злонамеренности. Поэтому я решил назначить тебя ангелом. Но... Но поправ правила этого места, ты стал жертвой. И теперь намерен покинуть его. За такие слова можно и головы лишиться. Я сказал, выслушай меня. Суть в ином. Нет ничего удивительного в том, что ты желаешь уйти. Но твое стремление покинуть это место вместе с Рэйчел Гарднер. Я хочу знать почему. Другими словами, теперь объектом наблюдения стали вы. Как не спрашивай, я не знаю. Не беспокойся об этом. Я и не надеялся, что ты сможешь объяснить это словами. К тому же, наблюдение еще не окончено, а значит, дать ответ сейчас просто невозможно. Так ты будешь просто смотреть на все это, а, господин священник? Так и есть. Не обессудь. От твоих извинений толку никакого. Что ж, тогда... Вижу, загадка Дэнни оказалась для тебя несколько затруднительной. Я могу помочь. Правда, что ли? Да, нет ничего скучнее, чем наблюдать за бездействием. Если ты растерян, я мог бы посодействовать советам. Взамен ты позволишь мне следить за вашими деяниями. Я хочу видеть, как вы сможете выбраться, на что вы пойдете и кто вы на самом деле. Я понял. Зак, еще кое-что. О чем ты подумал, когда Рэйчел Гарднер назвала тебя богом? Это... Отвратительно? А вот как? Послушай, что такое? Не изъясняйся, так ведь ева-то. Я туго соображаю. А все вы... А все вы видите во мне только дурака. Так уже быть. Так, наш помощник. Понятно, понятно, понятно. А Кихика Каяба собственной персоной. Однако, здравствуйте, что может быть скучнее, чем... А, все, вспоминаю эту фразу. Да-да-да. Так, тихо. Этой двери здесь точно не было. А, это ж, блин, там были собаки. Чувствую лишь звериный запах. Не хочу входить. Зак, я хочу входить. Нет, ясно. Зака туда не загнать. Ну, ладно. Ума не приложу. Как справиться со всем этим? Придется расспросить этого священника. А, ну ладно. Так. Ой. Есть идеи? Нет у меня никаких идей. Что мне делать? По правде говоря, я понятия не имею, куда идти дальше. Здесь лишь запертые комнаты, от которых нет ключей. А, ну и вот эта табличка. Зак, разве это простая табличка? На ней какие-то буквы, но я не могу прочесть. Это имя. Имя? Именную табличку вешают на дверь комнаты обладателя имени. Думаю, стоит попробовать. А в случае верного решения, результат не заставит тебя ждать. Получается, нужно правильно выбрать дверь. Так и есть. Скажу лишь то, что на этой табличке два имени, мужское и женское. Возможно, это супружеская пара. Не знаю я, кто это. Ага. Стоит повесить табличку на дверь комнаты. И как же я должен понять, чья это комната, если даже не могу прочесть, что на ней написано? Так или иначе, я должен это сделать. Так, ну-ка. А тебе? Так. Окей. Окей, окей, окей. Едем. Сейчас мы найдем обязательно комнату. Да, поднимаемся, потому что здесь мы уже... Да, вроде бы все осмотрели. Так, здесь мы как бы тоже все осмотрели. Там туалет. Ага. Нам нужно как-то доски пробежать. Но пробегать их просто так я не хочу. Я хочу сделать сначала вот так. Так. Я хочу... А все? Типа, ну ладно, норм. А на массивной запертой двери отсутствует ручка. Посреди двери висит колышек, на который как будто нужно что-то повесить. Сюда вешать табличку? А, ну это я понял. Стоп, нет, я хочу по порядку. Я хочу вот в эту дверь. Стоп, а это дверь? А, вот в эту дверь. Так, да, сюда вешать табличку. Это я понял. Да, 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 да. Хорошо. Давайте сначала сюда зайдем. Сюда повесить, что ли? Ничего не выйдет. Видимо, это не их комната. А, ну ясно. Тогда у нас есть еще одна. Ага, да, да, да. Так, хорошо, я понял. Так, вешаем. Именную табличку вешают на дверь комнаты. Обладатели имени. Хм, может сюда? Натсу, привет. Открылась. Можно войти, если толкнуть дверь. Чья это комната? Обычная комната. Громадная кровать. Что это? Листья из ткани? Хм. Так, стоп, стоп, стоп. У меня... Хм. О, сочувствую. Внутри пусто. Так, во, все, я вижу ключевой предмет. Ща. Листья искусственные. Так, сейчас мы к нему доберемся. Щетки какие-то. Хм. Журналы разбросаны. Кто-то был очень зол, когда читал их. Так, и... Плюха, да? В ящике лежит маленький ключ. От той шкатулки, может? А, получен маленький ключ. А там же пол обвалился. Типа, что происходит? Эм, типа, эта игра, да она бесплатная. Она не продается нигде, насколько я знаю. Ни в стиме, нигде. Просто скачивается и вперед. Баталог опускается. Нужно выбираться, пока меня не расплющило. А, ясно. Да все, я застрял в устр... А, ну да. А вот, а вот да. А вот так вот. Типа, когда я делал что-то нормально с первого раза? Как... Когда я последний... Эй, проклятие, выпусть! Да все, это рип. Когда я что-то нормально делал с первого раза? Так, все, я, короче, побежал. Удачи там, счастья, здоровья. Да и стоп, а где выход-то? О, ладно, вроде бы выбрались. В смысле? Стоп, это... А, да ладно, слава богу. Хватит! Хозяин этого этажа тронулся. Черт, я больше не смогу войти. В конце концов, как все это связано с Рэй? Зак, мозги, мозги. Включай, шевели ими. Ладно, у меня хотя бы есть ключ. Нужно идти дальше, чтобы разобраться во всем. Вернемся в подвал. Ой, Зак, Зак. Нужно иногда думать, при чем думать. Ага, ладно. Да, Кэти, по-моему, по сравнению с Рэй будет просто ангелочком. Учитывая ту дичь, которую я здесь увидел. Ну, ясно, и что? А, Зак умеет прыгать. Отлично. Так, открываем. Открылась? Музыкальная шкатулка? Ага. Среди всей этой рукляди лишь детские вещи. Игорь, привет. Ну, 40 минут, это норм. Мы сейчас только начинаем во все это дело вникать. Что внутри? Ну, конечно, еще одна табличка. Да. Она меньше предыдущей. И надпись короче. Ну, конечно, смотрел. Я из-за того, что посмотрел, и начал игру проходить. Получена маленькая табличка. Знакомая надпись. Да, ты видел ее на надгробье. Ну, Зак, вспоминай. Идем. Зак, вспоминай. Надгробье. Эй, эту табличку тоже нужно повесить? Так вот, что было внутри. Воспользуйся ею. Так же, как предыдущий. Понял. Что-то еще? Тебя смущает надпись? Скажи, что хочешь знать, что здесь написано, и я прочту. Ну, скажи, Зак, ну. Зак, не нужно. Разве не это тебя беспокоит? Может и так, но я не хочу, чтобы кто-то помогал мне с этим разобраться. А вот оно что. Зак, блин. Ну, ты бы узнал, что... Зак, Зак, Зак. Самый классный персонаж в этой игре. Он самый нормальный. Он просто Зак. Блин. По-моему, после экранизации аниме он станет моим любимым персонажем. Так, здесь. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Давайте вешаем. Повесить табличку можно только сюда. Что же это за имя? Рэйчел Гарднер. А впрочем, если оно подходит, мне о чем беспокоиться. Ну, Зак, ты же видел на надгробии Рэйчел. Так, открылось. Можно войти, толкнув дверь. Где же я видел эту надпись? Давай. Амти, привет. Давай, ну лови флэшбэк. Том, привет. Ну, давай, флэшбэк, флэшбэк. Кстати говоря... Кстати говоря, эти бумажки... Да-да-да-да, сравнивай, сравнивай. А, ничего не понимаю. На этой фотография Рэйчел. Что это за цифры? Рядом с фото? Рядом с фото Рэй написано 13. Рядом с моим 20. Возраст. Может. Тогда между фотографией и возрастом должно быть имя? Зак, умничка. Джокер, привет. Зак, Зак, умница, догадался, неужели? Первые буквы имени Рэй и имени на табличке одинаковые? Так, следующие буквы совпадают. А дальше... Надписи одинаковые. Ого, по-моему, Зака осенила. Ну, конечно, я помню эти буквы. На надгробии, да. Выходит, это комната Рэй? Но почему здесь? Ладно, это не имеет значения. Главное, что внутри должно быть что-то важное. Хотя, мне бы и в голову не пришло, что эта комната принадлежит Рэй. Поздновато, конечно, они начали у него работать, но... Не на том, как говорит. Спасибо. Пустыми раздумьями. Делу не поможешь. Кстати, не согласен. Лучше подумать. Я должен узнать все, но... Это слегка пугает. Ладно, Зак, идем. Это действительно ее комната? Полу багрово-красный. Уже не знаю, нормально это или нет. Сомневаюсь, что это нормально. Так, телевизор. Включить, что ли? Ну да. Да. Давайте скажите, что вы одинаковый фильм смотрели. А, нет. Вроде бы как. В провинции Икс, у доме Икс, были обнаружены два тела супругов Гарднер. Ай, ясно. Условно установлено, что причиной смерти стали ножевые и огнестрельные ранения. Через неделю после смерти, сильно поврежденные тела были обнаружены сшитыми вместе в неестественном положении. Находящаяся вблизи дочь супругов, Рэйчел Гарднер, не пострадала. Однако, ввиду несогласованности с словом действий, она должна быть обстоятельно допрошена. Да, здесь уже все ясно. Шитье, Рэйчел. Рэйчел, сегодня мы должны поговорить обо всем поподробнее. Все хорошо. Тебе нечего опасаться. Итак. Знаешь, неправильно, что я постоянно расспрашиваю тебя. Может, и мне стоит рассказать что-нибудь? О, ты посмотрела на меня. Какие же у тебя красивые глаза. Не тот момент, когда доктор поехал. На самом деле, они... Из моих... На самом деле, один из моих глаз искусственный... Как бы том... Аниме основано на этой игре. Типа, как бы... Так что, эта вся игра, это огромный спойлер всего сезона и всего аниме. Так что, было бы странно, если бы не было спойлеров. Это... Это все, это концовка аниме. Здравствуйте. Это то, что будет в 12 серии. На самом деле, один из моих глаз искусственный. Я родился с одним глазом. Когда я был маленьким, моя мама очень переживала из-за этого. Беспокойство привело ее к болезни. Ее глаза помрачнели. Я всегда спать хочу. Так что, это неудивительно. Такие спокойные, темные глаза. В какой-то момент, даже я перестал отражаться в них. Но я любил ее такой. Эти глаза были прекрасны. Типа, типа, это... Классный психотерапевт. Классно успокаивает девочку. Успокаивает девочку такими беседами. Сейчас она захочет еще выпилиться. Психотерапевт от бога. Рекомендую. Кстати, в пятницу выходит у нас новая серия. Так что, да. Скажи, Рэйчел, ты ненавидела своих родителей? Нет. Тогда зачем ты ранила их? Зачем сшила? Я хотела иметь семью. Эм... Ясно. Вот как. Расскажи мне, с чего все началось? С чего? Хм... А бывали случаи, когда психотерапевты становились психами? Хм... Да, я помню. Однажды я нашла щенка в подворотне у дома. Такого маленького, такого милого, но очень слабенького. Я очень хотела... Я очень хотела этого щеночка, но... Я знала, что родители очень рассердятся, если я просто принесу его домой. И я решила сначала поговорить с ними. Когда мне говорят о щенках, я сразу вспоминаю эльфийскую песню и этот момент со щенком. Как ты смеешь мешать мне? А ты думаешь, что кто-то станет слушать пьяницу вроде тебя? Я пришел с работы. В этот дом даже не хочется возвращаться. Вы посмотрите на него, как заговорил. О, типичная семейная драма. Да кому вообще нужен полицейский алкоголик? Замолчи. Твои слова сведут в могилу быстрее любой выпивки. Мне больно. Хватит. Остановись. Я несчастен из-за того, что наша дочь такая же ненормальная, как ты. Я несчастен потому, что ты существуешь. Потому... Почему ты приносишь мне столько горя? А, так это я виновата. Это из-за тебя. Из-за тебя. Типичная... Да, да, да. Я вот я хотел только это сказать. Сегодня они на кухне. Вряд ли они станут меня слушать. О, Рори. Сочувствую. И, раз они вряд ли станут слушать, типа, пахнут алкоголем. Бутылки? Логично. Так, и что ж ты решишь сделать? О, окно. Луна. А, так. Что-то связано с луной у нее точно было. Цветы вянут. Пустые бутылки мешают. Так, 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 так. Сейчас мы... Пора бы выбросить мусор. Не-не-не, пожалуй, еще рановато. Так, на кухню мы же не пойдем, да? Не, на кухню мы не пойдем. А мы пойдем... А, не включается. А, вон дверь, все. Нужно поговорить с ними. А, песики? Да, и... А, вон. А. А, а, ты? Где ты ходишь допоздна? А в ответ, как всегда, тишина. А, ты хоть немного соображаешь? Ну... Ах, ты тоже будешь перещать мне? А, ну-ка, постой. Дорогой, куда ты собрался, прихватив все деньги? Тебе нужна выпивка? Или женщины? Ну же, обвини меня во всех своих невзгодах. Прекрати. Твой смех омерзителен. Я собираюсь купить тебе счастье? А, все понятно. Все, все... Я понял. Мотив. Рэйчел. Вот как он выглядит. А ее семья ссорится. Ей неприятно. Она хочет видеть счастливую семью, которая всегда рядом. Она их убивает. Она их вместе сшивает. Садит на диван. И у нее всегда семья рядом. Они не ссорятся. Они молчат. Классная семья. Боже, боже. Ах так. Тогда купи мне кусочек. Кто купит мне счастье? Купи же счастье и мне. Такой несчастливой. Знаешь что? Ты и так слишком дорого мне обходишься. Из-за твоего существования мы еле сводим концы с концами. Конечно. Я виновата во всем. Ты всегда обвиняешь меня. Грязный мужлан, испоганивший мою жизнь своими гадкими руками. Твой разум, душа и тело погрязли в вине. Папа, куда не посмотри. В этом доме одно несчастье. Мне нужно выпить. Не смей уходить. Это все, дорогой. Ты разрушаешь и этот дом, и мою жизнь. Я неплохая. Это ты во всем виноват? Ай. Ты ни на что не способен. Молчи, ненормальная. Все из-за того, что я вышла за тебя замуж. Я не хотел этого делать. Но ты вынуждаешь ударить тебя. Сумасшедшая женщина и девочка, которая вечно думает непонятно о чем. Ну, по поводу что-то не так надо выпить. Это нормальная еще стратегия. Это вине... Это норм. Вы разрушили мою жизнь. А Рэйшел-то при чем? Ну, молчит и молчит. Ну, ходит тебе и ходит. Че, как, куда? Мама. Когда-нибудь я убью тебя. Никто не станет слушать меня. Я думаю, если бы Рэйшел принесла собачку, всем было бы на нее глубоко срать. И на собачку, и на Рэйшел. Потому что, я так понимаю, она здесь в семье пустое место, да? Пристрелю. На всякий случай, у меня есть вот это. Так, блин, в любой непонятной ситуации как бы и нужно бухать. Это норма. Этим я размажу его мозги по стенке. Ты у меня попляшешь. У меня есть еще козырь в рукаве. Ты будешь рыдать и просить прощения. Ты склонишь голову перед... Передо мной и скажешь. Дорогая, ты была права. Да, теперь вот есть намек на пистолет, ага. Я ни в чем не виновата. Все это происходит из-за тебя. Мама... Рэй... Что ты хочешь? Рэй это персонаж аниме... Ангел кровопролития. Мне нужно тебе кое-что рассказать. Послушай, мне не до этого. Ну, как я и говорил, и на собачку, и на Рэй. Нужно... Прибраться на кухню. Я не в состоянии выслушать тебя сейчас. Ты разозлишься, если я сделаю что-то без разрешения. Посмотрите на нее. Почему в этом доме никто не желает меня слушать? Она еще и Рэй ударила. Боже, мама прям в папу. Просто... Я не понимаю, почему они не сошлись, когда она такая же мразь, как и он. В принципе, и это идеальная семья. И все, что они должны были по сути делать, это просто всю жизнь издеваться и гнобить Рэйчел. Это была бы вот просто... Они же вдвоем конченые. Лолька в шоке. Это из-за тебя я оказалась в этом аду. Папа на маму, мама на дочку, дочь на собаку, да? Как-то так это все выглядит. Боже, ты че... Это, понимаете, то ладно, если бы это был типичный анимешный сюжет, там, с супергероями, суперсилами. И, господи, вонпис, народ, это что угодно. Но нет, это типичная жизненная ситуация. И я уверен, что очень много людей, у кого в семье происходило и до сих пор происходит вот это вот дерьмо. И воспринимается это как-то уже немножко по-другому. Кстати, да, по поводу защиты Лолеи. Да. Мне ненавистно твое существование. На наше с твоим отцом отношения без слез не взглянешь. Так она при чем? Простите. Когда он бухает, а ты... Иди в свою комнату. Но я же слушаю тебя, мам. Выслушай, и ты меня. Сейчас же иди наверх. Не вынуждай меня становиться плохой матерью. Да, ты прям супер, мама. Просто мать года. Почему? Никто не желает выслушать друг друга. Мама, что-то спрятала там. Козырь в рукаве. Ха, ствол. А на этом, ребят, мы сделаем небольшой перерыв и продолжим буквально через пять минут. Мне нужно морально подготовиться, потому что жар... Дальше будет еще, видимо, жарче. Пять минут и продолжаем. Пять минут и продолжаем.